Всем здорово! Вот приехал неожиданно я на обед домой, решил поесть дома. И что же можно срочно дома быстро приготовить поесть? Конечно же пельмени. Поэтому прекрасный кулинарный выпуск еды человека про пельмени. Вообще пельмени на самом деле такая куча в магазине продается. И по 300, по 400 рублей, и по 80 рублей. И кучу пельменей я перепробовал, и все, если честно, такое говно-говном. Я не знаю, я за 500 рублей не покупал, за 300. Знаете, бывают совсем маленькие, якобы буржуйские. Но я, если честно, немножко так с весельем отношусь к людям, которые берут такие пельмени. Ну конечно, если будет бабла, может у меня дофига, я буду тоже такие брать. Я нашел вообще крутые пельмени, и сейчас я вам про них расскажу. Итак, всегда я приобретаю пельмени. Вот русские пельмени конторы Чайковского производства. Есть такой завод, ой, не завод, город такой Чайковский, Чайковский мясокомбинат. И вот они выпускают вот такие пельмени. Они в картонной бумаге, в такой картонной коробке. Здесь ничего лишнего. То есть, сейчас скажу, что тут. Давайте по составу глянем, что там есть. Говядина, вот смотрите, говядина, свинина, мука пшеничная, высший сорт, вода питьевая, яичный порошок, лук, соль, сахар, перец. То есть, ничего лишнего нет. И самое главное, по идее, все пельмени пишутся, что ничего лишнего, мука, соль, перец. Тут они еще идут в пакете. И вот так рассыпью там наложены. Самое главное, нужно проверять, чтобы они были реально рассыпчатые. То есть, вытаскивать пакет. Сейчас попробуем. Неудобно одной рукой, я скажу. Ну, короче, они там не должны быть слипшимися. Вот, потому что у меня как-то комок лежал, таких пельменей слипшихся. Я в магазине обычно вытаскиваю, мную их, смотрю, рассыпчатые, все прекрасно. Вот, ни большие, ни маленькие, очень вкусные. Сейчас я вам покажу в разрезе, как все это выглядит. Так, возьму вилку, возьму нож. Вот они уже сваренные, пельмешки. Так, сейчас попробую использовать коробку от пельменей, не получилось в качестве штатива. Вот, ну, разрежем так, на руках. Так, берем пельмень и разрезаем его пополам. Здесь вкусное, нормальное тесто, не разваривается. Плотненькое такое, хорошо жуется. И больше всего меня, конечно, радует мясо, которое внутри. Посмотрите, оно не разваливается. Оно таким плотником. Ну, реально, реально кусочек мяса. Кусочек вареного мяса. Цвет у него не розовый какой-то, там не еще по цвету нормальный. Однородной консистенции. Я вообще не люблю, когда в пельменях попадаются какие-то нежующиеся куски. Либо когда они слишком... Ну, в общем, я так определяю пельмени. Если он прямо вот такой разваливается, разваливается у него начинка такая, она какая-то мягкая, то значит пельмени точно говно. Но если начинка твердая, вот как здесь, ну в меру, конечно, твердая, упругая, то это значит нормальный кусочек фарша. Конечно же, самолепные пельмени лучше, но эти пельмени вообще очень-очень вкусные. Я люблю их, их все время покупаю, и потому что единственные из тех пельменей, которые пробовали, которые максимально похожи на настоящие натуральные пельмени. В общем, пельмени такая еда на скорую руку, но часто бывает востребована у нас в нашей жизни, когда срочно нужно поесть нормальной какой-то питательной вкусной еды. Всем советую пельмени чайковского производства. Вот, пельмени русские называются. У них еще крестьянские есть, мясо капустное там что ли какие-то. Ну, тоже ничего. Но я вообще по производителю. Если производитель нормальный, то всегда у него практически все товары бывают нормальными. Ну, зачастую. Не это на всех производителей не распространяется. Но, к примеру, есть там главпродукт. Очень меня радует этот производитель. Вот у него что тушенка говно, что сгущенка говно, и непонятно из чего сделано. В общем, любой продукт возьми, с одинаковым названием. Ну, что тут говорить? Если там же, грубо говоря, собственник один. Один собственник. Если он жалеет положить нормальные составляющие, например, в сгущенное молоко, то почему можно решить, что он вдруг расщедрится и станет вдруг хорошим, честным человеком и положит мясо в тушенку? Не будет такого. А если я знаю, что производитель нормально производит какой-то один продукт и честно кладет туда то, что написано на этикетке, то наверняка у него все другие продукты тоже будут нормальные. Потому что, ну, это как, грубо говоря, зависит все от человека и от производителя. Короче, вот чайковского производства, пельмени русские, всем советую, вообще шикарные. По поводу того, что я что-то называю говном, это лично мое субъективное мнение. Никому не навязываю, не считаю его там каким-то экспертным или экспертным. Просто мое личное мнение, которое, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Ладно, всем пока, всего хорошего. Кушайте, ешьте полезные и, самое главное, здоровые продукты из настоящих, из настоящих компонентов. Не ешьте там всякую химию. Давайте, всем пока. Кстати, еще самое главное, практически чуть ли не забыл сказать насчет пельменей. Эти пельмени стоят ориентировочно 150 рублей за... Не килограмм, сейчас везде обманывают, то есть грамм 800 или 900 там, ну, короче, не полный килограмм, но сейчас все везде так пишут, продают пачку как будто килограмм, а по факту, смотришь, написано там, то 900, то 800 грамм. В общем, эти пельмени чайковского производства, пельмени русские, стоят примерно 150, 145, 160 максимум рублей за 800-900 грамм. Я сейчас не помню, надо глянуть на коробке, я уже ее закинул в холодильник. По-моему, там, ну, считайте, 900 грамм. Стандартная коробка, короче говоря, 150 рублей. Ладно, всем пока, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши любимые пельмени. Давайте!